доброе утречко всем я хочу избавиться от мусора вот есть у меня еще лекарства не знаю спрошу у него возьмет он лекарства или нет оба я едва я биле пуране и билеты о кура не давая таблицы лето к говорит да вот это тоже один раз в год минимум индийцы делают генеральную уборку обычно это делается перед самым большим праздником году перед девали и индийцы избавляются от всего ненужного от всего лишнего в доме это может быть абсолютно все что угодно этих людей называют кабаре вали кабара это вот от слова мусор ненужное они забирают все самое удобное в продаже мусора то что во первых вы получаете за это деньги а во вторых эти люди приходят к вам в дом сами все выносят поднимают собственными руками все эти тяжести ненужности от которых вы хотите избавиться выносят их на улицу погружают свою вот эту тачку у некоторых в настоящее время уже появились такие электрические грузовые машины все погружают забирают и еще и платят вам деньги а я и в саблик и жанна в январе ускор то мы сочи гамблеволе коды дуги и на ее операторе леки жару и ежедневие са плацтеки и са я уже забираю я это у меня куча и и это сафа и сафа и карнике лея на леки жару и сапура на углу гари клее джо пампы на чаккава барника джобе или киджана воене и и бисофай корни крему джеченье ели киджо видите как они трусятся прям за железо за любую железяку или даже из если из алюминия или стали еще чего-то они прям трусятся это заберу это заберу прям чтоб все отдала даже вот эти вот они говорят заберу 10 раз меня спросил но я хочу вот поехать отдать тут у нас рядом есть люди которые распродают цветочки им конечно это понадобится это же их бизнес а эти просто перепродадут в общем смысл как бы оба я ебили киджа сунная там дару объела криби леки за у на леки джо киму же халито карная и кучка и дар макфек на киби джоба катера я бабы и дал дэна она не забираете все кусочки который это общем компьютер вот этот скрин его сам телевизор это кстати вот те ребята которые прошлый раз убежали прямо когда их начала снимать они прямо вот убежали в общем дают они мне 320 тынсу безделью 320 рупий в общем это конечно очень мало вообще очень мало но я просто хотела показать вам этот цирк как они вот обманывают и как они вот бесплатно забирают этот мусор и конечно же они на этом зарабатывают камера youtube ченнел и мобайл эту муки пос отдыхал говорит ты что ютюбер говорит покажи покажи говорит какой у тебя канал ты все время снимаешь и мышь меня не колдина и мышь на youtube не колдина топ-то type корунги инди меня не type карпа они впечатлились конечно моими подписчиками сразу такие между собой начали разговаривать зауважали меня говорят у нее чем у нее канал неплохо идет в общем я отдаю им все 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 вот эти сокровища отдала практически бесплатно но бесплатно тоже отдавать не хочу потому что они потом будут каждый раз приходить под дом и просить выпрашивать короче все вот эту ерунду поэтому естественно они тоже хотят зарабатывать и пусть зарабатывают дальше то что вот то что они перепродают ну а я конечно свое возьму может это и мелочь может это и немного но тем не менее воды воды просят уже сколько лоб работал или киже орбар дэна к и забирай бутылку захотите пить еще кто-то вам отдаст соседи аж выпрыгивают вы видите прям я не знаю и так интересно если у меня здесь что-то происходит они прям начинают прям выскакивать полностью из ворот это вот точильщик ножей вы видите точильщик ножей который вот так вот ездит и говорит что ножницы ножи то есть ураутанова себе я говорю весь мусор поднимите сейчас я делаю генеральную уборку в доме и все ненужное все лишнее я отнесла вверх на крышу мы поднялись с ребятами на крыше и они все сбросили просто вот сверху но я согласилась только при одном условии что они потом не будут все это перебирать а просто заберут полностью и выбросят только в положенном месте не где-то там вот на улице где-то там на обочине дороги а на какую-то мусорную свалку отвезут но по крайней мере они мне пообещали и я разрешила забрать им абсолютно все вы видели что у меня там оставались еще кусочки дерева мне оно не нужно но многие вот люди особенно из бедного населения до сих пор зажигают такие вот маленькие печки используют для разжигания костра именно такое вот дерево или же коровий навоз вот лепешки они сушат и пользуются этим ну вот дерево это можно порезать на кусочки и как бы использовать для приготовления пищи поэтому я попросила их забрать я говорю даже если то что вы будете перебирать какой-то мусор у вас останется вы мне здесь пожалуйста не выбрасывайте перед домом идите на свалку и там все выбросьте кстати забрали даже забрали вот те лекарства которые старые были просроченные муж не обратил внимание и вот год назад как они просто вот что-то упало вот они короче прострочились я говорю забирайте их тоже потому что вот эти сами сами вот эти пилеточки как они называются ну и плюс бумага там же тоже в упаковках есть в общем все это им понадобится все равно все равно они все это перри в общем перепродадут на переработку ой ну в общем для меня очень хорошо получилось смотрите как у меня здесь стало красота чистота бог ты мой комната конечно сейчас на данный момент очень грязная вот этот шкаф на улице который я уже почистила полностью вытерла уже кое-какие вещи сюда положила я специально хотела высокие вот эти вот полочки именно для того чтобы сюда могли поместиться и ведра ну то есть что-то такое большое крупное ну я думаю что здесь еще конечно подбавиться вещей посмотрим что сюда поместится шкаф конечно получился просто шикардозный вы видите шкаф очень хороший получился но здесь у меня конечно полнейшая грязь пока вот это тоже как я сказала они хотели забрать но я пойду лучше отдам бесплатно людям которые занимаются цветочками вот видите здесь столько таких вот мелких то вот за несколько лет вот уже она насобиралась принципе она мне не нужно поэтому я просто так отдам они сказали что вот эти вот дерево они не заберут не знаю пока вот это все конечно здесь осталось может надо было им отдать сказать просто вот куда-то отвезите это вот мои старые двери которые остались вот с прошлого шкафа они целые но мои работники сказали что они не понадобятся ну то есть комната пока вот в таком состоянии окна тоже вы сами видите что здесь творится есть пылесос сейчас мы это все пылесосом и после этого помоем здесь пол вот это все он тоже нужно будет отсюда доставать опять все вытирать пыль в общем пыли этот раз конечно очень много получилось если бы я знала то есть я в тот момент просто когда здесь убирала я не знала что я что у меня начнутся в доме работы то есть бесполезно я потратила получается на эту комнату целый день на уборку и теперь мне придется все опять короче переделывать ну по крайней мере хорошо то что я избавилась от мусора вот мой агрегат пылесос самая обычная модель он для сухой просто чистки здесь вот хочу еще постирать мой ковер но это вот соседи продолжают мусорить не вообще не знают куда это откуда этот мусор весь берется чекен катера скутер это вот девочка зовут ее анжели она пришла убирать я со вчерашнего дня наняла ее на уборку вытирать пыль и так далее ведь она приезжает кстати на скутере не пешком не на велосипеде кстати этот стульчик очень даже понадобился вот анжели она что ж такая невысокая она говорит мне нужен стульчик какой-то есть у тебя что-то я говорю вот я как раз сделала стульчик да вот не достаешь не на высокие такие чтобы когда вот куда-то рука не достает допустим у меня тоже руки не везде достают можно вот на него стать и что-то что-то вот если вы тереть нужно поубирать вот здесь вот все она говорит да и мне боже да кто там уже пришел я мады халку джбим отдыхал кудьбим отдыхал отдыхал со школ со храмов короче приходят вот так вот мады халку джоу 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 приходят вот так вот попрошайничают показывают непонятные бумажки на храмы подавай на каких-то непонятные организации короче на хинди все написано естественно этом вообще нихрена не понимаю носят вот так вот детей на руках постоянно для того чтобы для большей жалости говорят став подпись и давай побольше денег в общем сейчас я поняла уже все эти трюки поэтому больше я этим не занимаюсь никаких денег я не даю если мы конкретно едем допустим семьей в какой-то ашрам в какой-то приют мы даем прямо вот в руки директор у этого ашрама который вот конкретно этим занимается или же тогда мы что-то привозим ваш нам допустим просят одеяло тапочки вот что-то еще поэтому вот так вот таким проходимцам которые просто стучаться в двери я не подаю если я да если мы даем мы просто вот или какие-то вещи тогда вот часто я ездила в детский приют мы очень много им дали мы дали вещи вот и стиральную машину потом я помню что мы компьютер дали одеяло вот на кровати помогли вот что-то еще вот я уже не помню но много чего мы там давали тогда еще ходили в быту видеомагнитофоны они просили у нас очень видеомагнитофон чтобы вот учить детей показывать им вот эти вот записи на кассетах я помню хорошо что вот это мы все покупали стиральную машину покупали вот не помню уже что вещи то я постоянно отдавала яночкины вот детям ну много чего в общем помогали но к сожалению он переехал в райпур этот вот детский приют и теперь если что мы ездим вот такие в приют для стариков есть здесь один приют для стариков вот туда мы тогда отвозим сейчас проверим работу девочки анжели которая пришла я все объяснила ну конечно я за не вообще не смотрела я знаю что она вытирала мне вот эту дверь пальцев никаких не видно по крайней мере телевизор вытирала муж доброе утро хотя уже не утром из 15-11 это вот завтрак для качков протеиновый шейк и сэндвич со свежими овощами вот так вот здесь вот хорошо все вытерла здесь я хочу поставить вот этот шкаф он более такой большой объемный его внутрь а этот на улицу здесь вот все вытерла смотрю здесь дверь у меня была очень грязная но никаких пальцев не вижу по крайней мере все чистенько пока вижу что все чисто решетки вытерла вытерла чистые вообще решетки тоже чистые вот здесь вот тоже все чисто чисто девочки чисто хорошо поубирала все блестит я забыла ей сказать чтобы вытерла шкаф не знаю вытирала на его ли нет если честно просто не видела вижу что здесь тоже вытерла чистенько все чистенько молодец молодчинка хорошо все сделала здесь дверь чисто все чисто все не вижу ни одного пальца все двери вот чистенько хорошо хорошо молодчинка поубирала еще научу ее потому что вот и вентиляторы раз в неделю потом снимать паутину конечно вот двери шкафов тоже надо вытирать я не знаю вообще она здесь вытирала или нет ну что я просто вот я не видела я же на улице была занята поэтому завтрашнего дня у меня появится больше времени я конечно еще немножко объясню вот здесь все оставила вот здесь вижу грязно это тоже все надо вытирать вот здесь она при мне все вытирала стал и все вытирала внизу тоже все вытирала я это видела каждый стул вытирала стол потом вот здесь вот двери и зеркала здесь дверь тоже вижу чистое зеркало вот здесь тоже. Вижу, что чистое. Это все тоже. Это все тоже надо убирать каждый день. Ну и вот на кухне здесь все вот эти поверхности на кухне тоже. Холодильник. Потому что здесь всегда остаются пальцы. Вижу, что здесь тоже она вытерла. Ну и вот здесь дверь вижу тоже. Потому что эта дверь вообще заляпанная. Целый день открываешь, закрываешь. Сейчас вторая помощница придет, тоже будет туда-сюда ходить. В общем, пока вижу, что чисто. Ну а вот это остальное, конечно, раз, два, три дня будем делать вместе. Потому что здесь много вещей. Придется, конечно, все это отсюда убирать. Ну пока вижу, что убирала неплохо. Вот эта дверь была очень грязная. Здесь прямо вот пальцы были по всей двери. С собой и к сторону брала. Молодчинка. Ну хорошо. Пока хорошо, пока я довольна. Боже. Главное, чтобы она у меня осталась. И чтобы ей нравилось. И чтобы мне нравилось. Тоже. Чтобы она у меня вот работала. Доброе утро. Привет, мои хорошие. Привет, мои дорогие. Решила показаться вам. Вы посмотрите, какая я красная от солнца. Причем, причем это я не просто красная. Я так понимаю, у меня уже и на лице началась аллергия. Потому что вот здесь у меня прям вот припухло. И прям такие, знаете, как пятна стали. На руках у меня уже аллергия. С аллергией стало полегче. Но я, конечно, принимаю каждый день сейчас вот лекарства и мажусь. Работать я могу целый день. Все-таки я приехала из Украины. И я работала и на огородах. И был у нас и в поле огород один. И там вот во дворе тоже у нас семь соток огорода. А в деревне у нас, девочки, 40 соток был огород. И плюс хозяйство. Кроли, гусы, куры, свиньи. Ну, была в начале коровка, потом бабушка убрала ее. Потому что говорит, я уже не справляюсь. Поэтому работу я знаю абсолютно всю. И работать я могу целый день. Но проблема в том, что у меня вот просто вот аллергия на солнце и на воду стала в последнее время. Причем это было вот раньше. Этого всего не было. Но теперь вот видите, я прям вот пятнами покрылась. И я боюсь как бы это не было серьезно. С работниками в Индии, как вы уже поняли, проблема. Те люди, которые мне пишут о том, что ты могла бы сделать сама. Или когда я говорю о том, что вот с работниками нужно построже, начинают мне писать, что ты о себе думаешь, что ты барыня и так далее. Неправда все это, девочки. Я не думаю, что вы тоже наймете какого-то работника и будете платить ему деньги за просто так. Нет, этого не будет. Я не думаю, что у кого-то есть какие-то лишние деньги просто так кому-то отдавать. Есть определенная такса работы на день. Кормежка в эту таксу не входит. То есть, хочешь корми, хочешь не корми, это уже твои проблемы. Но вообще-то это в общем-то не входит. Когда их нанимаешь, работу им объясняешь, они начинают работать. Потом, через какое-то время, начинают уже баловаться. Вот Яна уже два-три раза показывала ей, что говорит, вот смотри, волосы в моей гардеробной. Вот такой вот целый пучок. Сегодня тоже вот сюда прям вынесла на совке. Говорит, смотри, как ты убираешь. Я тебе уже несколько раз говорила, что волосы оставляешь. Я ей тоже говорю, слушай, я же тебе сказала, с веника волосы мне надо оббирать. Потому что они прилипают к венику, а потом они просто где-то вот отпадают и в какой-то угол закатываются, ты их просто не видишь. Клинику говорила, в два-три дня один раз убирай. Наверху тоже, в два-три дня раз убирай. Двор она до сих пор практически вот ни разу не мыла. Вверху мы договорились тоже, будет убирать раз, в два-три дня. Приходится напоминать, сама она этого не делает. То есть она не хочет туда идти, наверх. Когда она у меня устраивалась на работу, она мне сама сказала, дай мне две с половиной тысячи. Я говорила, давай за две. Ну, такой как у меня дом и посуда раз в день здесь стоит две тысячи. Даже тысяча восемьсот, тысяча семьсот. То есть я ей повысила пятьсот и даже больше. Говорю, хорошо, но только говорю, мне нужен двор каждый день и работать ты должна хорошо. Не так, чтобы я тебе каждый день о чем-то напоминала. То есть несколько дней она поделала и уже вот началось. То есть то волосы, то туда не идет. Она мне сегодня говорит, ты мне напоминай, я забываю. Ну, то есть, понимаете, начинает умничать. Забываю. Говорю, слушай, я тебе если начну говорить каждый день, тебе будет неприятно. Потому что говорить, напоминать каждый день, это естественно, никому не будет приятно. И начнутся потом скандалы, ссоры. Потом ты что-то ответишь мне, я отвечу, естественно, тебе. Говорю, давай так, чтобы я тебе не напоминала. Говорю, делай все сама. Ну, вот таким образом и получается, что вот с работниками только с ними надо или очень строго, по-другому, по-другому просто вот не получается. Сейчас я вам покажу, вот как она убирала за то время, пока я не убирала. То есть, пока вот здесь несколько дней работали плотники, здесь с этой стороны были все цветы, все было, конечно, заставлено. Да, я понимаю, но немножко можно было все-таки убрать, что-то подвинуть. Пока не было моей старой помощницы, за ту неделю, которую я убирала, у меня тут двор просто вот блестел. И сейчас вот вы посмотрите, вот после того, как у меня пришла новая работница, во что превратился мой двор. Чем я занималась до двух часов? Я, во-первых, поубирала очень много цветов, вот эти пальмы длинные, непонятные, их повыкидывала, которые вот, оказывается, вот пока за несколько дней я здесь только поливала цветы, у меня уже завелись жуки, гусеницы прям вот завелись, такие крупные, один цветок полностью поели, я его просто выкинула. Если честно, вот меня цветы эти уже просто вот достали в том плане, что вот эти вот жучки, клещи, гусеницы, бесконечно, то есть я просто, если честно, я просто уже устала от цветов, поэтому сейчас буду сокращать количество цветов, я их просто повыкидываю. Я хочу вот вообще вот маленькие какие-то купить горшочки, и вот типа как вот это вот у меня лилия, вот что-то такого завести, и все. То есть я не хочу уже больше никаких вот этих крупных, больших горшков, потому что в последнее время помощника какого-то, нанять очень трудно, причем они такие вот недобросовестные, убирать нормально не хотят, то есть одной мне уже просто справляться трудно, поэтому потихоньку-потихоньку будем отсюда все убирать. Сейчас я включила мотор, хочу вот это все сейчас поубирать, поднять вот эти все листья, потому что посмотрите, что у меня здесь творится, то есть полностью, вот там куча листьев, то есть все стояло как бы здесь, но вот с той стороны, конечно, она могла немножко убрать, то есть вы видите, сколько здесь листьев, в том углу вообще, то есть не касался веник, того угла от слова вообще, поэтому сейчас буду вот это вот все убирать, ну и я думаю на сегодня уже все, если честно, я конечно устала уже, просто, просто устала, и у меня уже от солнца началась аллергия, поэтому в общем нужно сделать перерыв, иначе я боюсь, как бы мне совсем плохо стало, хотя, хотя я сегодня успела, в принципе, достаточно много, вот эти все, вот эти все решетки, подставки, я все их протерла, они были очень пыльные, очень грязные, шкаф убрала, здесь вот убрала полностью, вот эту клинику, весь мусор разобрала, распродала, раздала, газеты, вот теперь я вниз принесла, потому что мне удобнее здесь с ними справляться, чем каждый раз, вверх подниматься, ну то есть чистота и красота, окно тоже полностью, вот я вымыла, так что на сегодня, на сегодня, как-то вот так, так девочки и мальчики, все, на сегодня все, сделала сколько смогла, здесь конечно все, надо полностью щеткой чистить, так конечно оно, не очистится, но должна вам сказать, что все вот это, наросло вот эта вся зелень, всего лишь за несколько дней, это я объясняю для тех, кто говорят, что делайте сами, не нужны вам помощницы, то есть здесь, в Индии, если даже вы пару дней не убираете двор, вот такое вот состояние у вас получается, этого делать каждый день, конечно же, я не могу, потому что это просто нереально, у меня нет столько времени, каждый день, вот так вот до двух часов дня, все вот эти домашние дела делать, я кстати сегодня, ничего абсолютно не готовила, у нас все вчерашнее, а представьте себе, если мне еще и готовить, готовить что-то для себя, готовить что-то для мужа, вот индийское, то есть это вообще занимает часа три времени у меня каждый день, плюс если я буду стирать, если я буду гладить, если я буду еще что-то делать, заниматься ютубом, мне надо еще вот помыться, сейчас я буду что-то вот есть, то есть полдня у меня ушло просто на вот эту работу, да, я сделала конечно много, но каждый день я этим просто не могу И не хочу заниматься Тем более не с моей аллергией Поэтому конечно нужны помощники Которые будут приходить и делать тебе каждый день За это мы платим деньги Поэтому естественно Хотим качественной какой-то работы Но нужно еще попробовать Найти такого работника Который будет у тебя качественно работать Это не просто Это совсем не просто в Индии Потому что они действительно работают не качественно То есть они Так, тяп-ляп, лишь бы время Посмотрели, ага, давай покушать И давай деньги, все, и мы пошли То есть как-то вот так вот здесь система